Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся в Западной Армении Хазру. Международное сообщество должно уважать право Арцаха на самоопределение. Институт Лемкина. Кто на самом деле экоактивисты Азербайджана, перекрывшие дорогу Арцах-Армения? Я человек, который понимает боль, пережитую собственным народом, и несет это бремя. Гранд Тинк. Германия официально признала геноцид езидов. День рождения выдающегося сына Западной Армении поэта Ваана Текиана. Ремесла в Западной Армении – покрытие оловом. Населенный пункт Хазру в Западной Армении также называется Хазро-Газро. Некоторые отождествляют его с провинции Старой Арзни, другие считают местонахождение неизвестным. Упоминается как село, поселок, город. Расположен в 53 километрах к северу-востоку от города Диарбекир. Административно входил в губернию Диарбекира. В средние века Хазру был населен исключительно армянами. В новое время вместе с армянами там жили также курды. Был немногочисленным городом, по этой причине его считали поселком или селом. В 1880-х годах в городе было 180 армянских домов, в 1894 году – 800 домов, из которых 320 армянскими, а остальные – курдскими. После резни и насильной исламизации в 1895 году армянское население города значительно сократилось. В 1913 году насчитывалось 200 армянских домов, которые были подвержены геноциду 1915 года. Часть была уничтожена турками, другая часть депортирована. Среди достопримечательностей Хазру отмечены две армянские церкви, построенные в XIII веке – одна в 1266 году, другая в 1268 году. Согласно некоторым источникам, после Первой мировой войны церкви были превращены в руины. Армяне имели гимназию, которая действовала при церкви. Институт предотвращения геноцида Лемкина призвал международное сообщество уважать право народа Арцаха на самоопределение. Институт Лемкина подтверждает, гуманитарный кризис в Арцахе разжигает нестабильность в регионе, нарушает международное уголодное право, закон о правах человека, международное право Ноябровского договора о прекращении огня 2020 года. Международное сообщество должно уважать право Арцаха на самоопределение, говорится на странице института в Твиттер. Въезд и выезд граждан на территорию, перешедшую под контроль Азербайджана вследствие 44-дневной войны, регламентированный азербайджанским законодательством, следовательно, псевдоактивисты, незаконно заблокировавшие единственный путь, связывающий Арцах с Арменией, не могли это сделать без разрешения азербайджанских властей. Об этом свидетельствует исследование фонда «Центр права и справедливости Татуян», основанное на указе президента Азербайджана 29 октября 2020 года. Согласно законодательству Азербайджана, разрешение на въезд в Арцах, находящегося под контролем Азербайджана, выдается в Министерство внутренних дел на основании письменного и электронного заявления гражданина. Гражданин, не являющийся должностным лицом или общественным деятелем, не может свободно въезжать и передвигаться по указанным территориям. Это еще раз подтверждает, что единственный путь, связывающий Арцах с Арменией и миром, 12 декабря 2022 года незаконно закрыли представляющие себя за экоактивистов, на самом деле являются агентами правительства Азербайджана. Арман Татуян. Нет ни одного армянина, который, услышав имя Гранта Динка, не испытывал бы чувства потери и гордости. Редактор газеты «Акос» Турции на армянском и турецком языках Грант Динк – армянин. Грант Динк – тип борющегося армянина, который своим голосом делал историческую правду, слышимую не только турецкому народу, но и всему миру. 19 января 2007 года самым жестоким образом этот голос был прерван. Почему именно 19 января? Символизм заключается не только в цифрах, но и в содержании. В этот день 1920 года Лига наций, Высший совет союзных государств Антанты во главе с Великобританией, Францией и Италией официально признала на Парижской ассамблее независимость Республики Армения. Турецкий сценарист Эрджан Мехмед Эртем в одном из своих интервью сказал, пока преступление Гранта Динка не будет раскрыто, никто не имеет права ходить по этой земле с открытым фронтом. Известные представители армянской и прочей интеллигенции высоко ценят Гранта Динка и его деятельность. Полностью статью читайте на нашем сайте. Бундестаг Германии принял законопроект о признании геноцида против езитов. Для признания погромов ИГИЛ геноцидом в отношении езитов в Бундестаге состоялось внечередное заседание в рамках совместно подготовленной резолюции Социал-демократической партии, Зеленой партии, Свободной партии и считающейся главной оппозиционной партией Христианский союз в рамках подготовленной формулы. Заместитель председателя Федерального собрания Катерин Геринг Экарт поприветствовала присутствующих на заседании езитов и лидеров. Позднее представители партии Бундестаги выступили и выразили свою поддержку законопроекту, а также высказали мнение. Парламент запоздал с принятием подобного решения. Фракция левой партии выразила желание, чтобы атаки турецкого государства на Шенгал прекратились. Член левой партии Дагдален заявил, если вы хотите защитить Шенгал и езитов, нужно немедленно прекратить нападение турецкого государства, которое противоречит международному праву. После выступлений представители партии законопроект был вынесен на голосование. Законопроект был принят единогласно. Западная Армения поздравляет нашу дружественную нацию езитский народ с победой в борьбе за восстановление исторической несправедливости. Напомним, что в 20 веке жертвам первого геноцида против армян в Западной Армении также стали тысячи езитов. Ван Текиан родился в квартале Ортагюх Константинополя. Учился в гимназиях Польса Нерсисян Перперян Кентрунакан. В богатом мире армянской поэзии свои неповторимые прекрасные оттенки имеют произведения Текиана. Один из лучших армянских творцов, случайно спасшийся от геноцида, сохранивший веру в будущее в своих произведениях, затругл идеи жизнерадостности и героизма. В 1905 году основал журнал «Ширак» в Александрии. В 1905 году основал журнал «Ширак» в Александрии. С 1908 года перенес в Константинополь, издавая как еженедельник. Был редактором изданий «Ареф», «Голос народа» и прочих. После Первой мировой войны участвовал в сборе для сирот. В Польсе, Кипре и прочих армянских гимназиях работал преподавателем. На литературной арене появился в 90-е годы XIX века. Является последним западноармянским классическим поэтом и одним из первых представителей армянской диаспоры. Первое произведение «Кахан в Кесарию» было опубликовано в 1894 году в Константинопольской газете «Ареник». В книге «Полночи до рассвета» отражены факты геноцида армян, ужасы, психология, страдания, уничтожения народа. Автор различных публицистических и литературных статей. В 1947 году в Бейруте в его честь был создан культурный центр «Текиян», имеющий филиалы во многих армянских общинах мира. Клаек – это ремесло обшивки медных тар оловом. Раньше в быту использовались исключительно медные емкости и тарелки. И чтобы они не ржавели, во время использования их предварительно покрывали оловом или так называемым клаеком. Мастеров называли клекчи. Ремесленниками в основном были армяне. Работа особо навостребована была у армян Аданы. В результате геноцида 1915 года клекчи и другие армянские ремесленники были вынуждены оставить все и уехать. До 1956 года из-за оставшихся в отдании 15 армянских мастеров только двое продолжили дело. Ремесла в Западной Армении пользовались уважением. Часто данное ремесло входило в основу сифамилии. Семью называли именно этой фамилией. В дальнейшем развитие науки и техники привело к прекращению ряда ремесел. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!